Представляю школу современных технологий, после службы я освоил профессию психолога и теперь уже с полным профессиональным знанием могу сказать людей объединяет общее чувство, переживание, чувство мы психологически любое переживание сближает Мне в силу профессии пришлось в начале 90-х сделать психолингвистическую экспертизу одного из учебников, который предлагалось предложить детишкам, изучая грамматику, причем мусульманам Но там усмотрели службы некие элементы экстремизма и нужно было их найти Я читал, ни одного слова на экстремизм нет, а вот чувство какое-то тягостное Я сам православный и незнаком столь глубоко с мусульманской религией Пришлось купить Коран, и вы знаете, я для себя открытие сделал Открытие – это поэтический язык В массовом сознании сегодня ислам некая агрессивная идеология В массовом сознании, а на самом деле поэтика Я даже сказал не в обиду православным, да? Коран намного поэтичнее, чем библейские сказания И я получил эстетическое наслаждение И исходя из этого вдруг, вот потом и появилась, собственно говоря, моя экспертиза этого учебника Где манипуляции, собственно говоря, с поэтическим языком создают с точностью противоположные переживания Переживания безысходности Переставь суры местами и получим на выходе На выходе обратное переживание Безысходность, никчемность, ненужность и так дальше Я для чего этот пример привел? Для того, чтобы показать Культура, она, собственно говоря, делает нас людьми Культура нас связывает И чем лучше мы ее знаем Чем больше мы говорим на своем национальном языке Чем мы больше знаем языков Чем больше мы говорим на нашем 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 нашем